Для чего бы не продать это за 30 ребрников и не раздать нищим? Сказал же это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Рассмотрим, что такое вор. Не просто, который ворует карманники и прочее, а под личиной добра. Я задумался над этим вопросом и подумал, а если бы он не был вор? А ведь слова-то правильные сказал. Трата-то была напрасная. Притом за деньги были очень большие. Ну и вылило, вылило, ну и что дальше? Господь-то в этом не нуждался, это только символ был, приготовила она. Как приготовила, когда завтра будет избитый весь в крови, в грязи, под крестом, ясное дело, он шел и мог и падать, как изображает. Беда там в том, что вор был. И евангелист Иоанн это и указал. Когда Иоанна Златоуста спросили, что важнее, подать нищему или храм строить, золотые купола, чаши, ну все, что церкви, на что деньги немалые тратятся. Иоанн Златоуста просто ответил, делайте то, о чем спросится на суде Божьем. На суде Божьем нигде вопрос не поставится, строил ли ты храмы, золотые ли чаши в алтаре были, хорошие, красивые, дорогие, парчовые ризы на батюшке были, ты покупал. Некоторые же сейчас я беру на себя полный расход. Не от этого, а накормил ли, напоил ли. Ну кто может опровергнуть слова Христа, истолкованные Иоанном Златоустом? А Иуда-то как раз в это и вписывается. Для чего это траты? Не лучше раздать нищим. Он прямо молодец, только надо упорадоваться. Но если бы не был вор, он на нищих-то совсем не заботился. Что говорит нам Священное Писание о тех, которые под видом добра, под красотой прячут другую сущность? Нигде в Священном Писании не одобряется такое поведение. Бог любит открытость. Когда случилось крушение тоталитарного бесовского, воистину сатанинского советского режима, то на первое место поставили то, что изуродовали душу человека под видом добра, проводили свои сатанинские намерения, разрушали внутренний мир человека. Люди рождались рабами, нельзя нигде думать, не высказать. На кухне одно слово сказал, уже человек исчез. И люди научились жить тройной психологией. Первое, что думает, скрыть, говорить то, что восхваляет. А делать совершенно не сходится. Трехэтажная психология. А надо, как ты думаешь, соответственно, и говорить. А сказал, это надо выполнить. Пророк Наум, 3 глава, 4 стих, говорит о Израиле. И сравнивает его с понятным явлением развратница красивой наружности. А Яков, апостол, говорит так. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Неужели вы когда-нибудь думали, что мы обручились единому мужу, Павел говорит, Христу? И вот эти слова Павла, что душа наша невеста, взяты в основание обращения человека. При крещении, конечно, когда сознательно, а не просто, когда через плечо подсказывает, ты говори. Священник спрашивает, сочетоваешься ли, то есть желаешь ли ты быть невестой? И не раз, а трижды, может быть, для того, чтобы усыновиться у невестницы и отцу, и сыну, и святому духу. И после этого трижды снова сочетовался ли? То есть уже тебе дал кольцо вечной любви? Дал ли тебе брачное чистое платье неоскверненное, омытое водокрещением? Да. И измена Христу, дружба с миром есть вражда против Бога, Евангелий Сиан говорит. Дружба с миром есть прелюбодейца, духовный разврат. И поэтому он, обращаясь к Израилю, говорит, развратница приятной наружности. Не просто зло делает, а еще под видом благочиния. Почему, сравнивая добро и зло, пророк Езра Третьей книги говорит так. Как женщина, преступно-развратная, ненавидит живущую честно, так и человек, который в пороках живет, он ненавидит, он терпеть не может того, кто живет по правде. Сравнения какие делаются? Евангелист Матфея 23, 28 говорит. По наружности вы кажетесь людям праведными. Я бы не хотел к кому-то относить, но и так понятно. По наружности-то многие хотят сказать, действительно, я патриот, я за Родину. Но нигде так не старается наружность придать и внешний вид, как в церкви. И борода нетронутая, ни одной волосинки. И ризы какие, и как выйдет, и епископ говорит. А священник говорит, он знаешь, что сейчас там делал внутри-то? Там что делалось-то? И пинался, дрался, хулиган настоящий-то. Священники рассказывают анекдоты. Безобразные притом. Разговаривают о вещах совершенно ненужных. Сразу так, твой возраст, выходи. В это время вышел. Вот о чем речь-то идет. Это нас шокирует. Но и в жизни-то мы все такие же. Можем быть. Помолился, а дальше забыла, о чем молился. Да только одно. Уныние, забвение, неразумие, нерадение. Одну эту, десятую молитву, утреннюю, Божьей Матери. Возьми на день. Ты тебе эту программу никогда не выполнил. На каждом шагу забыл. Забыл, что время перевели. А ты бы за месяц каждый день говорил, только не забыть, только не опоздать. Забыл. Забыл, что ты оглашенный. Забыл, что тебе надо подготовиться. Забыл, что ты готовишься замуж. Невеста забывает ли наряд свой? Забывает ли? А народ мой забыл. Преступлением нет конца, говорит Господь. По наружности. Как будто бы мы стараемся соблюдать. Но мы ли уж не стараемся дисциплину навести? Ну пока в руках этого еще держится. Но как это непросто? Ну не мне же надо это. С тебя Бог твою душу спросит. Я ведь это делаю. Даже со священника еще спросят. Он священник. А я-то ведь никто. Я всего лишь стор. А я стараюсь, колочусь, вызывая ваш огонь на себя, ваш гнев. Я понимаю, как вам неприятно. А мне это приятно. Где бы что вы ни сделали в городе, это на меня все. Я вам рассказывал в прошлый раз. Только одно слово сестра. Три слова сказала. Он откинулся как благочинный местный. И не на кого-то. Это вот ваше научение. Я не сказал, что вот ваша проповедь до чего доводит. Я это не раз слышал-то. Пощадите нас. Дайте нам порадоваться. А если не так, награда моя будет выше на небе. Я говорил, я перед Богом верен оказался. Вы не послушались. Поэтому я удовлетворения никакого не получил здесь. А наоборот. Поэтому награда целиком уходит в вечность. Ну пусть я в вечности меньше получу награду. Но только обратитесь. Перестаньте лукавить. Приложи все. Тебе что мешает быть здесь в храме? Избавься сегодня же от этого. Никогда не ставьте на пути к Господу какие-то препятствия. Дети. Или у меня дети были больные. Заранее обдумай. Кто-то еще дома есть остаток. Я должен быть в храме. Божественная литургия. Это общее дело кораблестроения. Корабль это церковь. Она так и называется. Как в Лоевом кочеге спаслось восемь душ. Так и нас ныне подобное. Это церковь. Нет день, два, неделю. Да мы и так собираемся. В неделю всего два раза. Некоторые в субботу вообще не ездят. За правила взяли и с этого не извинешь. У нас есть правила канонические. Три раза пропустил без причины. Два-три раза. Ты уже автоматически исключаешься из членов общины. Это соборы установили. Соборы. Это не наши правила-то. Мы свои правила приняли. Если ты опоздал без всякой уважительной причины, три опоздания считать за одно полное. Ну как-то надо в рамке этой держать-то. А что же внешний вид даем, что я похвестился, а дальше... Дальше это самое начинается. Родился ребенок. Теперь все силы положить на то, чтобы правильно кормить его. Правильно вовремя спать. Вовремя вставать. Приучите на вас смотреть. На ребенок и на работу везде будет опаздывать. В послании к римлянам, 2 глава, 28 стих, апостол Павел говорит, не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти. И не тот христианин, который только крещение принял. Он говорит, язычники, не принявшие обрезание, не осудят ли вас при обрезании нарушителей. Это намек делает на то, что может быть, пусть не покажется это еретическим, но на суде Божьем кто-то неправославный будут судить православность. Если царица Савская на суд станет. Они не знали истинной церкви, сектанты, а есть из них такие ревностные, я встречался, такие католики ревностные есть. Но нам-то никак нельзя, мы же знаем истинную церковь. Перед нами прошли какие подвижники. У нас такое наследие. Такие жития. Возьмем мы житие и то, что повлечет нас к совершенству. А это мы в каждом житии можем найти. То говорим одно, говорится, думаем, говорится, другое. Послание к Титу 1.16. Апостол Павел, осуждая некоторых людей за их поведение, говорит, а они говорят, что знают Бога. А делами отрекается, будучи гнусны и непокорны, и не способны никакому доброму делу. Вот это характеристика. Ну и сегодня такие слова, если бы глава администрации сказала подчиненную, у меня гнусны. Это не литературно, и все придумают. Литературно. Это действительно так. Это гнусно. Мы назвались христианами. Мы добровольно согласились быть вместе. Правила такие. Ты перед крещением их подписывал. Ну зачем же теперь все эти нарушения-то? А ты в следующий раз, Боже, в 4 часа уже из дома вырвался бы. Ни под каким видом не опоздаете. Никаких препятствий не будет. На работе подменюся. Неверующий мразец сидит. Переплачу на воскресенье, я буду с народом Божиим. Здесь божественная литургия. То, что ты сейчас слышишь, ты бы не пришел, ты опять бы не слышал. Ты понимаешь, душа захламляется. По досадкам пыли, которые не сметают, она скрывается. Евангелист Матфея 19, 21 говорит о том, что если хочешь быть совершенным, не на словах, а юноша как раз хотел быть. Господь обнаружил его, поставил перед ним задачу. Продай имение, раздай нищим. Ты нищих хочешь любить? Вот мы посмотрим, как ты нищих любишь. Иуда, раздай, а не воруй. Ты говоришь, что слуга народа, слуга министер. А министр это слуга. В переводе с оригинального слова. Они туда лезут слугами быть? Ведь как только депутатом стал или выбрали тебя в руководство администрации, у тебя покоя никакого не будет. У писателя Лескова там показывают такие. Были настоящие труженики? Ты должен все сделать теперь, чтобы оправдать доверие народа. Народа. А ведь Господь-то говорит, хочешь быть там великим, будь слугою всем. Мы в каждом человеке должны видеть того, кому я могу послужить чем-то. Тем талантом, который у тебя есть. Ну скажи, чем ты послужил в последний месяц? Да даже больше, в течение года, чем ты для ближнего послужил? Развивайте свои таланты. Вот мы сейчас петь начинаем. Не сидите в углу. Только кончилось богослужение, все, видишь, уже засобирались домой. Отложите это все. Потом вы вспомните вот эти дни свободы, когда вас звали. Ну не все же время я буду стоять перед вами и говорить это. А это все заглохнет. И скажи, я никуда не пойду, пока не вычерпаешь, что приготовили для меня. Здесь и занятия идут. И в город идут. Тебе же много дано. Ну понеси до тех, которые не знают. В втором послании к Коринфянам, 9 глава, 9 стих, показано награда тем, кто заботится о нищих. Правда, Павел взял не свое, а из-за салфирием. Говорит, расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек. Мы заботимся о правде. А кто нищие? А сколько духовно нищих? Те, которые не знают. Наши родственники. Вы, если к ним идиоти, вас приглашают, посоветуйте, стоит ли идти. А если пошел, вооружись молитвой, постом. Я приду, я им расскажу о моем любимом Господе. Вот этот фильм, который дали, он специально для евреев выпущен, «Искупление». Советую всем посмотреть. Евреи, они любят Бога по-особенному себе. Он не просто понимает, что Христос пришел, а это наш Мессия. Он к моему народу пришел. Они его воспринимают более живо, притягивают больше. У него как бы двойная шкала. Один просто как спаситель, а это мой, лично мой, к моему народу пришел. Он воплотился от моего народа. Мы ждали всем народу. Ну, русские же не ждали, когда он воплотится. Никто про это не знал. Мы его ждали тысячи лет. И он каждого еврея хватает за руки и кричит, «Это пришел Спаситель-то, кого же ждать-то?» Пришел, дождались отцы наши. Я думаю, нам надо так же ждать. Люди, вы ждете перемены какие-то, экономические вопросы разрешат. Христос все разрешает. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Довольным, я доволен. Если ты доволен, тебе больше ничего и не надо. А Господь, говорит, берут заботу на себя. Книга Тавита, 4 глава, 7 стих. Умирающий наказывает сыну своему. Да и при жизни говорил, из имения твоего подавай милостыню. И да не жалеет глаз твой, когда будешь творить, много ли мало. И ни от какого нищего не отвращая лица твоего. Он не сказал, а попрошает, которые не нуждаются, а только пьют. А по-настоящему нищего. Надо узнать. Я подумал, где же больше всего можем мы найти сегодня нищих. Апостол Павел говорит так. Когда я расставался с апостолами, мне дали только один наказ. Сегодня надо давать два наказа. Первый, проповедуйте. Не умолкайте, учите. Вы очень и очень много знаете. Проповедуйте. Павлу не надо было говорить. Но Павел, верховный апостол, вдруг получает еще наказ. Надо понимать, насколько злободневно это было. И сказали, Павел, ты где бы ни был, все-таки помни нищие. Да я помню. Не просто помни, а родных евреев помни. Мы так в скудости живем. Евреи не были банкирами. Это не всегда было. Это потом Сатана их обольстила. Кроме золотого тельца ничего не видит. Помните, и Павел со всего мира сделал сборы все время. В послании к Коринфянам во втором много пишет. И отправлял в Иерусалим. Потому что Иерусалимская церковь это матерь всем церквам. И вы друг друга всегда наказываете. Экономьте. Не тратьтесь ни на что. Но вчера можно было есть икру. Ну, разрешать. Ну, дорогая же она. Ну, возьмите одну баночку на троих, на четверых-то. Да в ней там витамины. В ней отравы больше, чем витамины. Раз она долго не портится, это там разве антикоагулянты натолканы. Ну, немножко там икринки две-три свежие. Но остальное ты думал. Отложи сторонку в десятини. В той десятини, в которой к священнику идет, уже ничего не надо. Ему хватит. Десятины. Это законная его добыча. Десятина, которая нуждающаяся. Найди таких. И многое ты этим приобретешь. От прихоти своих. Вот о разноконее, пятнадцатая глава. Седьмой стих. Моисей призывает, не ожесточите сердце вашего, когда войдете в обетонную землю пред нищую братью. Речь шла о том, что и тогда были евреи одни богатые, а другие бедные. Доходило до того, что бедняк отдает что-то и залог не может выкупить. Стали закладывать в себя, и они тогда, ты не мог рассчитать, стали продавать язычникам еврея и еврея. И тогда под страхом смертной казни только смогли запретить. А ведь у нас ведь на каждом шагу можно сказать так. Под обличием правды. Сколько чего неправды делается. Истина есть в православии, но служители-то уж больно неистинные. Ведь если Евангелие-то есть в руках, как Серапионский, его увидели, он сидит голый. Кто тебя разделал? Он Евангелие-то одно оставил, прижал, оно меня разделало, нищий просил, я все снял. И сидит от холода дрожит. Ничего нет на нем. Мы должны понимать, что если Евангелие дано, и оно до нас дошло, то оно и должно господствовать. Но и оно с нас спросит, почему мы так поступаем. Почему мы успокоились на достигнутом? Мы заквашиваемся на одном месте, а Слово Божие надо расти. А ведь у нас нужды сколько сегодня? Нужды очень много. Вы знаете, вот у нас отец Павел, с него сейчас Иисус снимает это запрещение, он может быть священником. И мы не знаем, что дальше будет, может быть он здесь будет служить. Но они его ломают дальше. Он пока стоит еще не принимает, куда-то дальше заслать и прочее. Он так нуждается в помощи. Вы всегда это помните. Мы оповещаем вас. А может через него и епископ начнет тот задумываться. А может через него и мы потом что-то получим. Все так чудно взаимосвязано, чтобы мы помнили нищих и не были лицемерами. 1 Царств 2 глава 7 стих. Господь повелел давать нищим. Исайя. Исайя 61.1. Дух Господень на мне, Он помазал меня благовествовать нищим. А в Новом Завете мы видим, когда спросили Господа об Иоанне, Он говорит, скажите, что и нищие благовествуют. Значит, нищим надо было благовествовать, чтобы нищие сами заблаговествовали. Вот сошлись эти стихи. 2 Коринфянам 8.10. Дабы вы обогатились Его нищетою. Христос беден, но Он обогащает. Когда у тебя есть довольство, из самого малого легко будешь уделять. Евангелие от Луки 14.8. Это высший образец о том, как мы должны не лицемерно, не по подобию Иуды, а по подобию Захея любить. Половину и менее я раздам. Если вы найдете нуждающихся в духовной литературе, наши какие книги вышли, у меня есть немного задымленные, я их отдам дешево или бесплатно. Вы находите таких людей, бедных, у которых ничего нет, и мы им поможем. Аминь.